О самых заметных событиях сегодняшнего дня вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Вот основные темы. Озвучены стратегические направления развития республики на ближайшую долгосрочную перспективу. Состоялось пятое ежегодное послание главы Якутии Айсена Николаева. Темп развития самого крупного города на вечный мир злотений будет снижен. Рекордные 450 миллионов рублей направят в следующем году на ремонт дворов в столице Якутии. В Московском доме национальностей состоялось расширенное заседание Совета якутского землячества в Москве, посвященное столетию ЯССР. Новый год без бед. По всей республике проходят профилактические уроки в школах о правилах безопасности в новогодние каникулы. Закон уже подписан. Со следующего года МРОД будет выше прожиточного минимума трудоспособного населения на 4%. Состоялось пятое ежегодное послание главы Якутии Айсена Николаева. В рамках обращения были озвучены стратегические направления развития республики на ближайшую долгосрочную перспективу. А также итоги уходящего 2022 года. Детали узнавала Надежда Саханская. В рамках послания наступающий 2023 год объявили годом труда в нашей республике. Год труда мы укрепим в обществе отношение к своему труду как к благу, которое меняет жизнь к лучшему, дает опору для будущего. Поднимем уважение к труду всеми мерами моральных и практических стимул. И это открывает новые возможности для экономики региона. Поставленная цель несет в себе комплексный характер и охватывает множество направлений по долгосрочному развитию республики. Формирование новых точек роста, имея в виду строительство новой магистральной инфраструктуры, которая будет обеспечивать этот промышленный рост. А соответственно развитие экономики, наполнение бюджета. Это и социальная направленность тех бюджетных средств, которые будут тратиться на следующий год, имея в виду и формирование новых объектов социальной инфраструктуры, и новых механизмов поддержки граждан, которые нуждаются в этой поддержке. Без внимания не остались и общественники Якутии. Айсен Николаев отметил, что жители республики всегда умели быть опорой родной стране, проявляя выдержку и героизм. И сегодня эти качества востребованы родиной как никогда. Мы сегодня видим, что будет поддержка движения «Мы вместе», которое работало и в период пандемии. Сейчас активно у нас тысячи людей в каждом районе работают и трудятся во благо наших тех ребят, которые находятся на передовой. Поддержка предпринимательства также стала одним из основных вопросов послания Айсена Николаева. Так, на сегодняшний день 122 тысячи якутян заняты в малом бизнесе. Это четверть трудящегося населения в экономике региона. Как отметил глава республики, в Якутии необходимо усилить меры поддержки товаропроизводителей, а также расширить содействие предпринимательской деятельности в сельской местности. И то, что сегодня в сельском хозяйстве у нас есть проблемы, проблемы в сельском хозяйстве, в малом бизнесе, именно в товарном производстве, я рад, что Айсен Сергеевич это озвучил и подтвердил мои предсказания, где у нас есть упущения. Я думаю, что сегодня, благодаря году труда, все-таки обратим еще раз на малый бизнес, на товарное производство. Помимо этого, начиная с будущего года, в республике будут предусмотрены меры поддержки семьям с детьми. Так, например, капитал «Дети столетия» будет продлен еще на пять лет вперед. Более того, якутян ожидает признания заслуг педагогов перед обществом и строительства новых центров культуры в регионе. Послание главы региона Айсена Сергеевича Николаева – это прямой диалог с якутянами. Ежегодно в своих обращениях он затрагивает вопросы, направленные на благополучие, здравоохранение и защиту наших граждан. Надежда Саханская, Артем Алексеев, Якутск. Помимо этого, одними из ключевых вопросов, озвученных Айсеном Николаевым, на послании были и те, которые касаются Нерингринского района. Были даны поручения о газификации поселка в строительстве второй очереди Нерингринской ГРЭС, развитии животноводства и модернизации объектов здравоохранения. Глава еще раз подчеркнул, что здравоохранение в Нерингринском районе произойдет реконструкция дальнейшей поликлиник больничного комплекса. Последний, в 2022 год и в будущем, в 2022-2024 год, на это будут вложены большие деньги. Это очень радует за нашу медицину. Будет газифицированный поселок Чульман и село Иенга. Это даст толчок к дальнейшему развитию этих поселений. Так же, что будет строительство второй очереди Нерингринской ГРЭС. Развитие не только добывающей промышленности, но и обрабатывающей новых производств. Не обошли стороной послания федеральные эксперты. Они также поделились своим мнением по поводу послания главы. Все эти достижения, которые делаются, конечно, в первую очередь для людей в республике, но они отмечаются не только на уровне республики, они отмечаются на федеральном уровне. Очень важно, как недавно на встрече с матерями президент отметил Айсен Сергеевич, и вклад Айсен Сергеевича и в развитие региона, и в развитие страны. И порекомендовал смотреть на этот опыт действительно с точки зрения лучших практик. И мы в институте этот тренд поддерживаем. И Якутия у нас практически по всем показателям всегда в лидерах, всегда образец для подражания. Заместитель главы Ленской районной администрации Евгений Саморцев поделился своим мнением после выступления главы республики. Он отметил, что наиболее важное направление – это беспрецедентное увеличение на следующий год государственной программы по сельскому хозяйству. До 14,5 миллиардов рублей, что, несомненно, даст толчок к развитию всего сельского хозяйства в республике, в том числе и в Ленском районе. Тем более, что за последние пять лет район постоянно увеличивает показатели по основным видам выпускаемой продукции. Благодаря помощи и поддержке со стороны республики эти показатели в следующем году станут еще выше. Меня затронула такая тема, как образование поставил амбициозную задачу войти в пятерку лучших по России, в 15 числей лучших образований. По качеству образования, именно качеству образования, то, что нам необходимо уделить внимание сейчас по всему району, тоже будет это очень важно, так как у нас образование молодежи, внимание уделяется детям сейчас очень много. Но самым главным из послания заместитель главы считает взаимодействие органов государственной и муниципальных властей. Именно оно улучшит благополучие жителей района и вопросы будут решаться оперативно, а главное – качественно. Сроки по газификации населенных пунктов Алданского района, завершение строительства парка Арто-Сала, возведение стелы города трудовой доблести в Алдане – это и многое другое. В части социально-экономического развития района услышали алданцы из обращения главы. В своем послании СН Николаев подтвердил содержание указа о развитии Алданского района до 2030 года, и алданцы восприняли его как импульс к действию. Республика Саха-Якутия занимает одно из ведущих мест по темпам экономического развития в Российской Федерации. И бесспорно, здесь велика роль тех предприятий, которые работают на территории нашего района. Но и важно, что послание прозвучало, что на этом не собираются останавливаться. И у нас будут открываться новые производства, новые предприятия, которые позволяют нам с уверенностью смотреть в будущее нашего района. Ну и очень важно, конечно, это внимание, которое уделено системе здравоохранения и образования. Это тоже открытие целого ряда новых объектов, о которых, наверное, будет заявлено позже, в том числе и в городе, и в районе, во многих населенных пунктах. Поэтому это такое впечатление, что это послание было для нас, для алданцев. Мы должны жить, работать и верить, что у нас все будет просто замечательно. Рекордные 450 миллионов рублей направят в следующем году на ремонт дворов столицы Якутии. 150 миллионов на эти цели будут направлены из регионального бюджета за счет финансирования столичных функций. Такая же сумма предусмотрена в муниципальном бюджете. Еще 150 будет выделено по программе «Тысяча дворов». Как отметил мэр Якуска Евгений Григорьев, это беспрецедентный объем для столицы. Запланировано много работы, поэтому в 2023 году темп развития самого крупного города на вечной мерзлоте не будет снижен, а наоборот, будет идти на опережение. В целом, реновацию «Тысячи дворов» в населенных пунктах Дальнего Востока анонсировал в сентябре прошлого года заместитель председателя правительства России, полпредпрезидента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Далее расскажем о реализации программы в Нерюнгринском районе. Всего по Дальневосточной программе «Тысяча дворов» в этом году в Нерюнгре благоустроили шесть дворовых территорий многоквартирных домов. Общая сумма реализации этих проектов составила около 70 миллионов рублей. Несмотря на некоторые трудности с поставкой необходимого оборудования, все проекты были сданы строго по графику. Где-то были сделаны дороги, где-то был осуществлен ремонт детской площадки, спортивной площадки, рекреации для отдыха горожан, где-то сделали дополнительные парковочные места. Фактически мы видим, что жители не просто довольны, они очарованы тем, что мы сейчас вместе с федеральным бюджетом реализовали данный проект. И они хотят участвовать дальше. И я надеюсь, что этот проект не заканчивается на 2023 даже году. Мы будем дальше работать в этом направлении. И уже в 2023 году мы надеемся на большое количество проектов и их реализацию. Безусловно, реализация программы «Тысяча дворов» была бы невозможна без активного участия неравнодушных жителей города, которые искренне хотят видеть свой родной город красивым, комфортным и безопасным. В 2021 году узнал, что есть такая программа. В 2022 году ее реализовали. Южная Якутская 31, Южная Якутская 31-1. Нам сделали детскую площадку, нам сделали зеленую зону, парковку, сделали тротуар, которого в жизни никогда не было. Я когда об этом узнал, я провел собрание своего дома, решил подключить соседний дом, ну, чтобы вместе сообщать, дворовая территория общая. Практически единогласно мы пришли к тому мнению, что нам это нужно. То есть для будущего поколения, у кого-то есть дети, где-то отдыхнуть старика. Появление благоустроенных общественных пространств и дворовых территорий позволяет реально улучшить качество жизни людей. Главное – активное участие самих жителей и их желание видеть свой двор красивым. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Захар Головин, Нерюнгри. В субботу Ленск с рабочим визитом посетил глава республики СН Николаев. Он поучаствовал в открытии техникума и автозаправочной станции. Также провел совещание в районной администрации на тему подготовки кадров для нефтегазовой промышленности. В завершении поездки он посетил многодетную семью, глава которой недавно вернулся с зоны проведения СВО. Итоги рабочей поездки смотрите в нашем сюжете. Сразу же с аэропорта СН Николаев отправился в Ленский технологический техникум, который в этом году переехал в новое здание. До этого он располагался в старом помещении, которое не отвечало никаким учебным нормам и находилось в отдаленном микрорайоне города. Сегодня профессиональное учреждение располагается в новом просторном здании, где множество учебных классов, мастерских и лабораторий. Видно, что здание уже реконструировано под нужды именно конкретного техникума, под их задачи. Хорошие преподаватели, хорошие дети. Видно, что все стремятся получить знания, новые компетенции для того, чтобы работать в лучших компаниях нашей страны, которые действуют на территории Ленского района. Уверен, что все получится. Но и сегодня я уже озвучил дальнейшие задачи перед правительством республики о том, что сейчас уже необходимо, конечно же, строить новое общежитие здесь в Ленске для нужд техникума, чтобы техникум уже расширялся, новые специальности, чтобы появились. В день открытия для главы республики педагоги провели экскурсии по новому зданию техникума. Рассказали о получаемых специальностях и наглядно продемонстрировали Алисену Николаеву процесс обучения. Мы занимаемся изучением приборов, рассказываем о своей профессии, рассказываем о нашем образовательном учреждении, как здесь обучается и какое у нас качество образования. Директор техникума Оксана Бутакова сделал акцент на том, что сегодня училище работает в тесном сотрудничестве с нефтегазовыми компаниями, осуществляющими деятельность на территории нашего района. Многие ученики, благодаря полученному техническому образованию, устраиваются на эти предприятия на постоянную работу. Некоторые компании просят тысячи специалистов у нас. К сожалению, сегодня система и профобразования, и система высшего образования, в целом республика к этому оказалась не готова. И об этом тоже надо честно сказать. Мы готовим, например, знаете, вот сегодня по нефтегазовой отрасли, мы обсуждали как раз конкретно, где-то закрываем потребности от запросов на 50% всего лишь. Это очень мало. Мы должны еще увеличить. Надо, чтобы мы специалистов готовили высококомпетентно, имеющих профессиональное, хорошее образование. Продержка среднепрофессиональных учреждений – одно из важных направлений работы правительства, поэтому теперь при Ленском техникуме планируется строительство общежития. После техникума Исан Николаев вместе с генеральным директором САХА «Транснефтегазбыт» Виктором Лебедевым принял участие в торжественном запуске многотопливной автозаправочной станции. Где мы будем реализовывать светлые нефтепродукты, так же дизельное топливо, так же мы будем отпускать компримерный природный газ, метан. После торжественных мероприятий состоялось рабочее совещание в районной администрации, где обсуждались вопросы подготовки кадров для нефтегазовой промышленности. В завершении своего визита Илдархан посетил семью, глава которой недавно вернулся с зоны проведения специальной военной операции. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. В Московском Доме национальностей состоялось расширенное заседание Совета Якутского землячества в Москве, посвященное столетию СССР. Общественная организация получила юридический статус в 2011 году и вошла в состав Городской ассоциации землячеств. По решению Совета почетными знаками «Якутянин года» награждены братья Иваны Василий Кашкины за активное участие в восстановительных работах объектов инфраструктуры города Кировской Донецкой Народной Республики. Оба они уроженцы Якутии, живут и работают в Москве. В числе первых они откликнулись на призыв об оказании гуманитарной помощи жителям Донбасса. Награду получил один из братьев, другой остался в зоне СВО. Якутияне участвуют в благотворительной акции «Своих не бросаем». Одним из итогов заседания стало решение землячества о расширении связи с регионами, где проходят лечения в военных госпиталях бойцы из Якутска. Мы активно включились в акцию «Своих не бросаем». Это оказание помощи воинам, якутянам, раненым на полях сражения специальной военной операции. Фонд уже перечислил более 560 тысяч на нужды пострадавших. Это закупаются и первые необходимые вещи. Это одежда, это тренажеры, это коляски, костыли. Все, что нужно и необходимо для помощи выздоравливающим. С сегодняшнего дня в республике началась противопожарная операция с Новым годом. В ходе специального мероприятия инструкторы противопожарной службы проверяют детские учреждения и усиливают профилактические беседы. Инструктор Сардана Сосина провела классный час в Хатасской школе и объяснила ребятам, как правильно использовать пиротехнику во время праздника. Сейчас в Хатасской школе обучается более тысячи детей. Пожарные сигнализации и видеокамеры установлены в классах и коридорах. Размещены планы эвакуации и имеются огнетушители. Школьники и учителя готовятся к Новому году. Детские утренники и бал маскарад проведут в школе 27 и 28 декабря. У нас с 19 числа началась операция Новый год по 9 января. В требованиях украшения, например, елку, как украсить, мы тоже обговариваем. Предупреждаем, что ватой нельзя украсить, бумагой, например, украсить. Гирлянды сертифицированные должны быть. Но не обязательно, чтобы оно присутствовало. Каждая организация делает график дежурств. Между тем, молданские инспекторы МЧС по противопожарной профилактике провели урок в школе 8 вида. Тема урок «Новый год без бед». Вместе с детьми правила безопасности вспомнили и наши корреспонденты. Наряжать новогоднюю елку – это целое искусство, требующее не только фантазии и творческого подхода, но и определенных знаний. Ведь безопасность прежде всего. О том, как встречать праздник весело и без происшествий, с воспитанниками школы 8 вида поселка Нижний Куранах беседовали инспекторы МЧС по противопожарной профилактике. В течение года мы с ними ведем эту работу, разбираем вот эти вот все правила. И сегодня вообще, конечно, они очень меня порадовали, то, что активно включались в наш процесс беседы, то есть отвечали правильно, как мы будем елку наряжать, о правильных гирляндах. Уроки по правилам безопасности в школах района проводятся регулярно. На занятиях в канун новогодних каникул отдельное внимание уделяется обращению с пиротехникой. Инструктор напомнила ребятам о том, что запускать петарды и фейерверки без взрослых категорически нельзя. Вся вот эта вот именно профилактическая работа должна идти от детей. Мы же родители не можем, ну, они часто не приходят, а вот родители, а дети принесут как раз-таки свои здания родителям. Среди воспитанников школы 8 вида инструкторы МЧС ведут планомерную профилактическую работу. К слову, многочисленные правила безопасности ребята прекрасно знают. И в диалоге мальчишки и девчонки участвовали активно. Не случайно мы выбрали тему нашей беседы «Встретим Новый год без бед». То есть я уверена, что мои дети вот эти именно встретят Новый год без бед. На занятии инструкторы рассказали ребятам о технических противопожарных средствах, которые рекомендуется устанавливать в домах и квартирах. Оповещающее о задымлении устройства было продемонстрировано в действии. В ходе важного урока инструкторы МЧС вновь напомнили ребятам о правилах обращения с бытовыми приборами, подчеркнув, что перед уходом из дома технику и гирлянды необходимо отключать от сети. Также были затронуты меры безопасности во время прогулок. Татьяна Вахнина, Александр Лукин, Алданский район, поселок Нижний Куранах. Владимир Путин подписал закон о размере мрот. С 1 января следующего года предлагается установить мрот в размере 16 242 рубля в месяц. Мрот будет выжить прожиточного минимума трудоспособного населения на 4%. А его соотношение с медианой зарплаты за 2021 составит почти 46%. В соответствии с принятой в 2020 году методикой, мрот рассчитывается исходя из медианой зарплаты. Половина россиян получает больше этой суммы, другая половина меньше за предыдущий год. Раньше это соотношение составляло 42%. В этом году мрот повышали два раза. Кабмин утвердил порядок назначения единого социального пособия. Пособия с 1 января 2023 года будут получать семьи с детьми, имеющие низкие доходы. Оно объединит целый ряд действующих мер социальной защиты, в том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением либо усыновлением ребенка до достижения им трех лет. А также на детей от трех до семи лет и от восьми до семнадцати. Станет оно назначаться и беременным женщинам с низкими доходами, уточнил председатель правительства. Он подчеркнул, что пособия будут назначаться в каждом случае адресно с учетом индивидуального материального положения. Уже много лет в Нерингере ведет работу Республиканский центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, известный также как Центр ДЦП. Учреждение принимает пациентов от рождения до восемнадцати лет. Причем в помощи нуждаются как больные, так и здоровые дети. Сейчас Центр отмечает свой юбилей – 30 лет. За все годы работы более 30 тысяч детей прошли через этот Центр. Удивительно, но здесь лечат не только тела, но и души маленьких пациентов, чтобы они поверили в свои силы и могли адаптироваться к современному миру. У нас очень тесно переплетено и медицинские, и педагогические стороны, которые позволяют добиться очень хороших результатов. И в нашем Центре, в одном из немногих, наверное, осуществляется именно эта реабилитация для детей раннего возраста. То есть это с одного месяца от рождения. Вика впервые попала в Центр, когда ей было полгода. Сейчас девочке 15 лет. И ее мама с гордостью говорит об успехах дочери, которых достигнуты благодаря профессиональной работе сотрудников учреждения. Все, что Вика набрала здесь с самого рождения, дало такой большой, хороший, значительный результат для тех достижений, которые у нее есть сейчас. На сегодняшний день начнем с того, что Вика пошла в первый класс в гимназию. В общий образовательный класс обучается по общей образовательной программе. У нее хорошая успеваемость. В прошлом году Виктория написала научную работу и защитила ее на конференции «Шаг в будущее» и заняла третье место. В реабилитационный центр приезжают пациенты из разных районов республики. В одном месте ребенок получает систематическую, психологическую, медицинскую и педагогическую помощь, которая направлена на социально-бытовую адаптацию ребенка. Основное направление – внедрение в работу комплексного подхода с применением кондуктивной педагогики. Специалисты центра проходят специальную подготовку в ведущих клиниках, но главное в их работе – это особый подход с заботой и лаской каждому малышу, которому нужна помощь. Ирина Жданова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Компания «Алроса» подвела итоги финансово-хозяйственной деятельности уходящего года с участием правительства республики. В течение многих лет «Алроса» является основным бюджетообразующим предприятием республики. В следующем году ее вклад составит порядка одной трети республиканского бюджета. В валовом региональном продукте республики доля компании составляет 10%. Это говорит о том, что основная часть налоговых поступлений «Алроса» остается на территории республики. Несмотря на вызовы уходящего года, результаты компании в этом отчетном периоде превзойдут прошлогодние прогнозы. Все социальные обязательства компания выполняет и перевыполняет. Это не только коллективный договор, это и все те инвестиции в области образования, здравоохранения, работа с фондом будущих поколений. Превышен план по поступлению налогов, по перечислению налогов в бюджет республики Саха-Якутия, в федеральный бюджет. Поэтому в целом, несмотря на то, что год крайне сложный оказался, но в части финансовых показателей, производственных показателей он весьма удачный. На сегодня это все, но мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова